всем привет добро пожаловать в новый блог и хочется начать его с хороших новостей пусть это не что-то грандиозное пусть это не что-то сверхъестественное но это та маленькая добрая весточка которые ждут многие из нас когда накладывают очередные ограничения хочется хоть каких-то ослаблений потому что это такая точка x когда начинается обратный отчет во всяком случае сознание очень многих людей моем также так вот мы находимся на карантине официально 16 марта сегодня у нас даже перепроверила потому что я начинаю теряться 23 апреля и также некоторые школы и некоторые детские сады в том числе и наш были закрыты уже с 13 марта то есть это больше чем месяц так вот в польше с 20 апреля начался официальный очень плавные выход из карантина который будет состоять из четырех этапов я сейчас не буду подробно рассказывать о каждом из них также нам не давали конкретных дат когда начнется 2 когда 3 потому что они будут смотреть нет ли очередной вспышки заболеваний и вот если все будет проходить более менее гладко и плавно то через несколько недель уже откроют и детские сады и рестораны и также все торговые центры и в последнюю очередь у нас откроются фитнес-центры и я думаю что мы просто будем учиться жить немножечко по-другому жить с этой эпидемией говоря так простым языком у нас ввели вот этот карантин заранее для того чтобы предотвратить массовые заболевания это что удивило меня то что наблюдала я и также многие об этом говорят у нас не было прям жестких ограничений что там получаешь огромный штраф за выход из дома на прогулку или на пробежку куда угодно но все как-то ну ладно не все большинство сидели реально по домам и город был пустым краков и понятно что были какие-то там и группы людей и отдельные личности которые выходили которым было все по барабану но в большинстве своем реально люди сидели по домам и наверное тоже благодаря этому польское государство решила потихоньку постепенно как я сказала начать выходить из вот этого вынужденного карантина и то что радует каждого особенно тех кто сидит с детками дома это то что с 20 числа можно будет выйти на прогулку в парк на улицу или же в лес да конечно же детские площадки будут закрыты и мы обязаны соблюдать социальную дистанцию то есть не подходить ближе друг другу чем на два метра и также все поголовно обязаны носить маски или закрывать рот и нос при помощи шарфика чего угодно какой-то повязки болеешь ты не болеешь все на улице должны быть в масках надо значит надо это также касается детей лично я не хотела бы получить административный штраф размере нескольких сотен долларов а возможно даже тысячи только за отсутствие маски на улице это не значит что теперь все могут поголовно идти на улицу но когда ты находишься с детьми в небольшом помещении им просто некуда девать свою энергию все начинают сходить с ума все начинают ругаться и это действительно очень сложно именно на психологическом уровне и также те кто проживает один вот представьте сидеть в изоляции без кого-либо с кем можно поговорить это очень сложно поэтому я думаю что ничего страшного не произойдет от того что кто-то пойдет побегать или кто-то пойдет покататься на велосипеде там опять же на самокате вот главное не приближаться друг к другу помимо этого есть еще и некоторые положительные изменения которые касаются торговли и количество людей которые могут прибывать в магазине на одной кассе но в общем я надеюсь что это потепление я сейчас не о погоде а об общей ситуации и хочется чтобы она как можно скорее наступила во многих странах с одной стороны мне нравятся такие игры но с другой мне что-то подсказывает что мне предстоит уборка немного незапланированная они сами все подоставали даже набрали воду в бедро история о том как мы потихоньку сходили с ума а 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 ну Зар, нет, нет, только не потолок. Потолок, пожалуйста, не трогай. Нет, нет, не надо. Пусть бабушка у себя так делает. Вы спрашиваете, есть ли у меня домработница. Отвечаю вам, нет. Зато у меня есть двое детей. Помогают мне, как видите. Контроль качества, вы видите мусор. Я нет, с моим зрением, как раз отлично. Вода долетает аж на второй этаж. Интересно, что они там делают. На улице тепло, поэтому я не стану переживать. Пусть покупаются, а я с вами несколько минут побеседую. Я тут собираю небольшую корзинку, все это переложу в пакет. Это все для моей свекрови. Мы сейчас едем к ней проведать ее. Но мы не заходим, мы встретимся где-то на расстоянии. На расстоянии и на улице просто передадим ей какие-то продукты. Она сейчас также сидит дома. И для того, чтобы не скучать, чтобы чем-то заняться, она у нас швия. Она бесплатно шьет масочки в госучреждение. И сейчас пойду принесу ей еще кремушек для рук и поедем. Давно показывала вам кремы. I love vegan food. Они у меня сразу в нескольких экземплярах. Разложены буквально по всему дому. И также находятся в моей машине. Больше всего, но не то, чтобы нравятся мне, потому что все они хороши. Только посмотрите, я вот не могу не восхищаться этой упаковкой. Она очень стильная. И, кстати, качество печати, вот все прям на уровне. Я всегда обращаю внимание на такие моменты, потому что сама занималась разработкой. То есть я не была графиком. Но так как я сама была бренд-менеджером, я знаю, сколько труда в это вложено. Так как это было и в моих обязанностях. И мне кажется, что это получилось супер круто. Также у них здесь есть натуральные ингредиенты в составе. И мне очень нравятся дужки, потому что они не настолько синтетические. И сочетание вообще, да, например, малина и кориандр. Вот как раз свекрови положу вот этот манго-шалфей. Очень прикольно пахнет. И у них классная легкая текстура. Они быстро впитываются. Я днем не могу использовать жирные кремы, но ничем не намазать руки тоже как бы не вариант. Потому что они постоянно пересыхают. Я или что-то мою, или я что-то убираю, или я что-то готовлю. И вообще у меня сухая кожа на всем теле, на лице. Поэтому для меня это супер важно. И вот еще очень классный гибискус и авокадо. Авокадо я люблю вообще в любой форме. Пожалуйста, авокадо, еще больше авокадо. И вот они такие, видите, как бы легенькие, но очень здорово работают. Это мой. Я его оставлю себе. Свекрови вот два положу. Я также как-то разыгрывала среди вас их. И они так восстанавливают руки. Очень классные. Я так понимаю, Эвелайн планирует расширять эту линейку. Потому что в последние пиар-рассылки мне пришло еще несколько средств, но из других категорий. Вот видите, дизайн похож. И сразу понятно, что это как бы продолжение целой гаммы. Здесь у меня очищающая пенка для умывания. I love vegan food. 96% компонентов натурального происхождения. И на всех из них есть значок cruelty free. Кстати, это не часто встречается. Не каждый бренд может этим похвастаться. И это очищающая, увлажняющая пенка для умывания. Для всех типов кожи. И также для чувствительной. Она имеет очень приятную отдушку. Ой, немножко мокрая. Я достала ее из душа. И вот у нее такая интересная консистенция. При этом она как бы хорошо смывает и косметику. Хорошо все отмывает с лица. Но при этом не пересушивает его. Не стягивает. И как бы не пенится. То есть у нас нет вот этой, знаете, очень плотной пены. Нескончаемой, которая постоянно разводится по нашему лицу. Мне понравилось. И она идет с натуральным алоэ вера. С кокосовой водой. С зеленым чаем. И пребиотиками. Я вам говорила, что я от них фанатею. И то, чем я натиралась вчера, это вот такие скрабы. Я вчера устроила себе праздник души и тела. Потому что я и поухаживала за собой. Но признаюсь вам честно, что у меня не хватило сил на то, чтобы нанести автозагар. Я люблю быть немножко такой подзагорелой. Но я так хотела поскорее отключиться, что сил моих на автозагар вчера не хватило. Но зато я хорошо отскрабировалась. И сегодня обязательно его нанесу. Мне также казалось, что вот этих скрабиков хватит на один раз. А одной упаковки, причем так, не жалея, хватает раза на три спокойно. Это сахарные скрабы. То есть они не будут жечь, если вдруг используешь после бритья или когда у вас чувствительная кожа. Вот скрабы на основе соли я вообще не очень люблю. У меня нет ни одного. Я предпочитаю именно на основе сахара. Этот кофейный. И он пахнет действительно как латте. Как какая-то вкусная капучинка. Я им пользовалась. Прям вся ванная пахла. А там их зашел и говорит, ты что, на ночь пьешь кофе? Говорю, нет. Это я тут ухаживаю за собой. С экстрактом ванили, кофе и с кокосовым молоком. Очень хорошо скрабируют кожу. Но знаете, у меня кожа чувствительная. У меня также проявляется аллергия на руках. К сожалению, она ко мне регулярно возвращается. Поэтому очень жесткие скрабы для меня это вообще не вариант. Вот я считаю, что это оптимальный такой уровень жесткости, скажем так. И второй пахнет таким сливочным кокосом. Сладеньким. Когда не хочется наедаться на ночь, то нужно воспользоваться таким скрабом. Вы знаете, помогает. И он идет с маслом кокоса, тоже с тростниковым сахаром и активированным углем. Я вам сейчас покажу. Правда, я не знаю, куда я его пристрою. Потому что у меня нет здесь ни одного ватного диска. Но вы должны это увидеть. Он черный! Он черный! Я обалдела! Когда я впервые его нанесла, я так, ого! Ничего себе! И он еще очищает. То есть, когда я пользуюсь им, я уже не пользуюсь ничем мыльным. Тело очень чистое. Оно не пересохшее. Но при этом не жирное, не липкое. И нет ощущения пленки. Это вот такие по-быстрому бюджетные находки. И обязательно отпишитесь, интересно ли вам было бы посмотреть какой-то отдельный выпуск на эту тему. Не знаю, как вам, а мне не всегда хочется что-то выготавливать. И не каждый день у нас какие-то изысканные блюда. Часто я повторяю свои же рецепты или свои самые любимые. И то, в чем я уверена, знаете, что съест вся семья и никто не будет капризничать. Но сегодня мне захотелось чего-то очень простого. Даже можно сказать легкого. Поэтому я взяла батак. Кстати, вы можете использовать морковь, корень сельдерея, пастернак, корень петрушки, тыкву. И сделать ее, запечь ее таким же образом. Нарезаем вот такими довольно крупными ломтиками. Посыпаем своей любимой приправой. Я очень часто использую прованские травы. Вот у меня уже одна баночка закончилась. Не первая, я постоянно их докупаю. И вторую открыла. Поливаем оливковым маслом. Я взяла вот такое с розмарином, но вовсе не обязательно. Можно взять просто хорошее оливковое масло. Если оно качественное, то у него такой насыщенный вкус и аромат. Я очень люблю его в сочетании с овощами. Посыпаем солью. Можете добавить чего-то остренького. Я думаю, что из детей кто-то будет есть. Поэтому я уже в тарелку добавлю лично себе, если мне захочется. И также очень люблю бататы и всевозможные овощи с самым обычным соусом, который я делаю на основе натурального йогурта. Любой зелени. Сегодня у меня в холодильнике оказался укроп. Поэтому нарезала его сюда. Чеснок, соль, перчик. Еще осталось все перемешать. И это так вкусно. Я очень часто раньше запекала батат именно с таким соусом. И прям захотелось, захотелось сегодня. Накормить Томака чем-то таким это просто без шансов. Поэтому я нарезала мясо. Это свинина. И посыпала его паприкой сладкой вот такой перемолотой. И еще приправой. Она очень вкусная, интересная. Типа как барбекю. Здесь и томаты, и чеснок. И она свежеперемолотая получается. Потому что здесь вот сразу целый механизм установлен. Очень ароматная и экономная. И что я сделала? Сначала поджарила лук. И дальше добавила мясо, которое я до этого натерла приправами. Жарю на маленьком огне до готовности. Мясо уже готово. Я буду подавать его сегодня с рисом, который как раз в процессе отваривания. Также очень вкусно с другими крупами. Ну и с картошечкой, понятное дело. И, кстати, вот этот же соус будет идти к мясу. Да, например, в Турции часто подают всякие там мясные блюда с каким-то йогуртовым соусом. И салат я не буду делать. Просто огурцы кисленькие. Я так спешила, так спешила, а то мог все равно еще не освободился с работы. И еще свекрови положу вот такой крем из линейки Bio Hydro. Не помню, показывала вам или нет. У них есть средства для жирной и комбинированной кожи. И также отдельно для сухой и чувствительной. Там также есть и дневной, и ночной крем. Я попробовала только вот эту крем-маску. Да, она так и называется. Свекрови положу дневное средство. Так вот, здесь идут натуральные масла. И в целой линейке нет силиконов, парабенов, синтетических красителей. И очень приятная душка, такая очень деликатная, ненавязчивая. И я также использовала это средство в качестве восстанавливающей, успокаивающей масочки. Особенно, когда кожа обезвоженная. Посмотрите, видите, какая текстура. Но когда начинаешь наносить, то все это подвпитывается. Можно таким плотным слоем нанести, походить минут 15-20, если у вас есть свободное время. Или на 10 минут хотя бы оставить и смыть, убрать остатки. Или же на ночь в качестве крема. Можно взять еще меньше количества и просто тоненьким слоем нанести. Очень хорошо увлажняет и мне понравилась. Классная штучка. Признаюсь, за время карантина я немножко пошопилась. Я покупала, ну скажем так, самое необходимое. Поэтому потихоньку буду вам все показывать. На самом деле я заказала три одинаковых футболки. Еще была черная, она сейчас в стирке. И когда я надевала ее, остался свет от дезодоранта. Поэтому возвращать ее, соответственно, я не буду. А вот эти две поедут обратно или, возможно, потом уже верну. Но я понимаю, что это совершенно не то, что я хотела. И, к сожалению, черная таки останется со мной. Очень трендовые сейчас шлепанцы. Но в реальной жизни они выглядят как нечто растоптанное. И они настолько широкие. Обычно в Zara я покупаю себе на плоском ходу обувь в 38 размере. Но они огромные. И они широкие. Типа такие дутые сверху. Но выглядит это прям вообще совершенно не нравится. Поэтому, да, я их тоже верну. Базовое платье тельняшка, которую я хотела носить дома, оказалось хрустящим синтетическим изделием. Мне тоже не нравится. И размер, какой у меня здесь S, скорее всего, очень большой на меня. Поэтому, нет, давайте лучше рассмотрим классную домашнюю одежду и спортивную форму, которая ко мне приехала. Специально показываю вам вблизи. Это сейчас я в этом костюмчике. Мне очень нравится оттенок и сама ткань. Я бы еще в нескольких цветах взяла, но пока что вот только этот у меня есть. Посмотрите, он вообще не просвечивается. И внутри на штанишках и также на толстовке вот такой начес. За такую цену вы ничего подобного не найдете. То есть, это хлопок. Он очень приятный к телу. Он не будет парить. При этом уютный, теплый и вообще просто бомба. Сейчас покажусь вам. Вот такая уютнейшая вещь. Мне нравится то, что толстовка свободная. Потому что у них есть разные модели. Более приталенные или вот такие. Кстати, этот же костюм есть в разных расцветках. Мне нравится то, что под низ я смогу что-то надеть на прогулку, на велосипед, куда угодно в поездку или ходить дома. И штанишки здесь с карманами. Они на высокой талии. Вот. И здесь вот, как видите, карман. Очень удобно то, что здесь есть замок. То есть, когда снимаешь толстовку, то ничего не пачкается. И еще и такая белая подкладка тоже из хлопка на капюшоне. Этот костюм уже не такой объемный, не такой свободный, как предыдущий, что также указано на сайте. То есть, штанишки больше сидят по фигуре. И худи здесь больше как бы укороченное или классическое. Все как-то привыкли к такому оверсайзу. А в этом случае все несколько иначе. Вот такой материал. Здесь также хлопок и эластан. То есть, он немножко тянется, но все равно к телу приятнейший. Я не уверена, что это спортивный топ. Я надела его с леггинсами, которые также были в посылке. И я должна сказать, что он сидит очень хорошо. Они также есть в нескольких цветах. Я взяла себе вот такой нежно-розовый. Спереди, как видите, есть выточки, которые подчеркивают фигуру. И вот какие интересные леггинсы. Заметьте, что они также не просвечиваются совершенно. Только в этом месте. У них очень прикольная деталь. Здесь спереди. Единственное, что на мой рост они немножко длинноваты, как видите. И вот тоже сверху хотелось бы их еще больше натянуть. Но больше уже некуда. Вот такой яркий зажигательный комплект для спорта. Я вчера его надевала и сейчас достала еще влажные стирки. Единственное, что я не надеваю вот эту маечку, которая идет к нему. Потому что она оказалась слишком велика. Я предполагаю, что она и должна быть свободной. Но на мне она просто висит. Сзади на ней сеточка. Но вообще, в целом, я очень довольна штанишками. Не штанишками, а бриджами. Так они называются. Они укороченные. И они идут здесь с утяжкой и на высокой посадке. И топ, к моему удивлению, я всегда беру с такой максимальной поддержкой. Но здесь тоже все хорошо фиксируется. Ничего там не пляшет во время спорта. Я осталась очень довольна. И в такой расцветке у меня никогда ничего не было. Очень красиво сидеть по фигуре, как мне кажется. И удобно заниматься спортом. Что самое главное. Очень понравился этот комплектик. У меня еще нет черно-фиолетового. И как раз на лето с такими укороченными брючками. Как они там, бриджи правильно называются. И топ идет еще и с дополнительным бюстгальтером спрятанным. Это всегда плюс. Часто спрашиваете, просвечивается или нет. Ну, сами можете видеть. Здесь все прекрасно. И последний супер позитивный костюмчик. Я думаю, что вы не ожидали увидеть на мне такую расцветку. Но мне она как-то так приглянулась. И я думаю, что многим из вас она также придется по вкусу, скажем так. Так, здесь толстовка без капюшона, без каких-то застежек, без карманов. Классическая посадка. И мне нравится то, что брючки сидят не слишком в облипку. То есть, видите, они свободные на самом деле. Карманы есть. Карманы на замочке. То есть, их можно застегнуть. И длина у брючек тоже хорошая. Если вы даже повыше, то на вас будет прекрасно сидеть. Я напишу вам в инфобоксе все размеры костюмов, которые у меня. Но, насколько я помню, у меня все в 42-м российском, если я не ошибаюсь. Этот костюм я уже много раз надевала. Вы видели его на мне в прошлом влоге. И здесь также хлопок и эластан. То есть, он немножко тянется. Можешь, наконец-то появилось время разгладить мои вот эти дорожки. То есть, мы занимаемся. Наш, может, так сильнее нажимай его. Да. Надо ногти-то обрезать. И тут тоже, Наш, везде. Вот все-таки, насколько полезно разгружать свое пространство. Поэтому я убрала все ненужное. Также все поперетирала. Говорила вам, что мыла кисти. И теперь мне будет очень удобно. И я уверена, что весь процесс нанесения макияжа, вот самого любимого, будет гораздо проще. Давайте рассмотрим, что у меня здесь. Пока мальчишки с папой купаются, у меня есть пара-тройка свободных минут. Мой туалетный столик из Икеи. Я настолько сильно его люблю. Это мой уголок. Но не исключено, что мне придется сменить его на кое-что другое. Я постараюсь что-то придумать, чтобы это все-таки не произошло. Он сразу продается и с зеркалом, и с вот этим стеклом. Благодаря чему поверхность стола очень удобно содержать в чистоте. Просто протер чем-то для стекла, для окон, и все уже сразу чистое. Здесь сверху у меня стоит керамическая буковка М, потому что моя фамилия Мушинская. Я покупала ее на Алиэкспресс, насколько я помню. И тут лежат мои карты памяти для записи видео. В корзинке стоят все базы. Вот сияющая Кико. Также сияющая Шарла Тилбери. Но нравится мне это. Какие-то палетки для макияжа. Это Hourglass показывала вам. Для контурирования. Очень классная палетка хайлайтеров. Скоро вам расскажу подробнее. Это Golden Rose Fix Plus Mac. На каждый день я пользуюсь или кремом Dr. Jart, который я показывала вам недавно. Или когда хочется такой тон поплотнее с влажным финишем, то коллаген, точнее Enough. И вот этот коллаген белый мне сейчас больше всего подходит по оттенку. Если я выполняю прям полный макияж, то выбираю вот этот сияющий тон Synchro Skin Glow Shiseido. А для съемок чаще всего беру вот этот Everline. Или же тоже Shiseido. По ошибке купила стойкий Shiseido тоже Synchro Skin, только другой. Он очень матовый, стойкий. Обратите внимание, если на вас ничего не держится. Со второй стороны кисточки. Это подставка для карандашей. Вот Pupa, Luxe Visage, блески здесь хранятся, Everline. Что это? Помада Bourjois. Ну, какие-то необходимые средства. То, что я чаще всего люблю наносить на губы. Это помада, нет, это блеск Sensation. И самая любимая пудра, которую я наношу под глаза чаще всего, это Too Faced. Купила я себе новую. Она у меня, как всегда, бесцветная. Переложила сюда салфетки и ватные палочки. Со второй стороны у меня резинки. Выдвижной ящик, конечно, не самый вместительный. Но я решила разложить сюда все то, что максимально быстро наносится. Вот когда мне нужно накраситься там за несколько минут. И я оставила ту косметику, которая каждый раз хорошо работает. У меня гораздо больше любимцев. Но это нужно ограничивать, иначе все превращается в хаос. С левой стороны у меня располагаются румяна. Это Estee Lauder. И самые-самые это Magdenti. Если бы нужно было оставить одни-единственные, ими были бы вот эти. Также, на всякий случай, держу здесь универсальное средство от сухости. Это пудрочка от L'Ore Mercier. Красиво подсвечивает. Это как бы блюрит кожу. Для съемки не использую. А в реальной жизни тоже часто наношу и под глаза, и на Т-зону. А здесь у меня палетки от Наташи Динона. Я от них кайфую, честное слово. Просто моя идеальная цветовая палитра. Холодные оттенки и теплые. И всегда тушуются очень красиво. Эта палетка уже недоступна. Это кремовые румяна, хайлайтеры. Она такая жирненькая. Видите, какая поюзанная. Действительно, часто ею пользуюсь. Это кремовый скульптор Fenty в оттенке Ember. Чудеснейшее средство. Я думала, что мой Armani уже закончился. Но я достала ограничители. Там еще куча продукта. Это помада Nars Barbera. Универсальный красивый нюд, но тепловатый. Это такое. Все сразу. Туши. Пробую вторую. Зинберг. Возможно, она будет лучше. Это Vivienne Sabo. Maybelline. К сожалению, мне не понравилась щеточка у этой туши. Aeko или Aiko. Как-то так она читается. И я решила сменить щеточку от Luxe Visage. А сама формула очень классная. Обожаю кремовые тени Beauty Drugs в оттенке Bronze. Точилка Chic. Самая классная. Вот это любимейшие кремовые тени от Luxe Visage в оттенке 4. Тоже показывала вам база под тени. Если я наношу ее, то чаще всего выбираю Etude House, потому что она не сушит веки и на ней хорошо держатся тени и довольно яркие. Эту палетку чаще всего использую в качестве зеркала. Я люблю держать прям под носом. Зеркало мне так удобнее всего. Керлер для ресниц шоу у Amura. Не могу без него. Какой-то безымянный пинцет. Это палетка Smashbox. Хайлайтер Nars. Сейчас редко им пользуюсь, но он красивый. И это, пожалуй, самое-самое необходимое. Вот действительно то, без чего мне не хотелось бы обходиться. Средство для бровей. Давайте достану. Сильно люблю карандаш для бровей Vivienne Sabu. Он у меня во втором оттенке. Тени для бровей чаще всего использую Freedom. Это те же ребята, что и Makeup Revolution. Полный аналог Anastasia Beverly Hills. Обе штучки у меня в оттенке Blonde. Когда стану чуть более загорелой, начну использовать тени Shu Uemura для бровей. Помадка. Но она уникальна тем, что она еще и фиксирует брови. И она самая пластичная. Ею мне проще всего работать. Это Sensation оттенок Sweet Blonde. И, конечно же, самый любимый гель для бровей от Lancome. Прозрачный. Он у меня всегда есть. Я постоянно его докупаю. И вот эту кисточку нужно выложить. Покажу вам ее в находках. Корректоры и консилеры. Если я не снимаю, то всегда пользуюсь Everlane. Очень мне нравится. Такой кремовый, несушащий. Обалденный. Вообще за копейки. И так надолго его хватает. Когда снимаю видео, то пользуюсь или вот этим. Вот здесь была наклейка. Она не оттирается. Это Maybelline Fit Me. У него чуть более плотное покрытие. Но он тоже мне не сушит. И все вот эти консилеры лично у меня не скатываются. Если немножко скатываются, то я их разравниваю под глазами. И все чудесно. Это Armani. Для съемок часто его выбираю. Когда мне хочется выглядеть безупречно. Тоже наношу его и под глаза. И на несовершенство. Кажется, упаковка такой маленькая. Но хватает на века. Это уже, наверное, третий или четвертый в моей жизни, который я покупала. Я очень сильно его люблю. И постоянно к нему возвращаюсь. И под глаза не наношу его. Но на несовершенство, если они есть, выбираю MAC Pro Long. Это спонж шик и пудра от MAC, которая у меня заканчивается. Минерализированная. И часто наношу ее тогда, когда рано накрашусь. И вечером, например, снимаю для того, чтобы освежить свой макияж. Или когда мне нужно дополнительное покрытие поверх какого-то легкого тонального крема или BB крема. Мы с вами по-быстрому заглянули в мой Beauty Rye. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравился влог, то не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.